Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать сценаристом, профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Я размещу все ссылки сразу же после эфира. Это очередная-очередная наша с вами спонтанная короткая трансляция. Я надеюсь, что она не займет много времени. Сегодня поделюсь с вами сегодняшним инсайтом. Я обозначил тему сегодняшнего эфира «Как вернуться в прошлое». И вообще, вот буквально, может быть, неделю назад я наткнулся на такой любопытный анонс фильма. Не помню даже, что за фильм. Я особо не запомнил. И желания смотреть не возникло, честно говоря. История о том, как какой-то человек, покинув родной город, прожив какое-то время в другом месте, в другом городе или в другой стране, возвращается обратно в свой родной город. И внезапно обнаруживает, что все его одноклассники, все его старые друзья занимаются какими-то там своими делами. И это для него становится неким неприятным сюрпризом. Меня зацепил этот синопсис. Почему? Потому что, на мой взгляд, это вообще довольно глупая ситуация. Вернуться в то место, где вы были счастливы когда-то, 20-30 лет назад. И надеяться там обнаружить все то же самое, что вы там видели 20-30 лет назад. Почему? Потому что чего на самом деле человек ждет? Почему вот эти возвращения, они всегда так разочаровывают? Потому что человек надеется, возвращаясь, он надеется обнаружить там себя 20 лет назад. Естественно, себя 20-30 летней давности он там не обнаруживает. И это всегда неизбежно происходит разочарование. Я думаю, что вы сейчас уже вспомнили стихотворение Геннадия Шпаликова, довольно известное. Стихотворение, на мой взгляд, не самое выдающееся. И у Шпаликова не самое лучшее. Но мне кажется, что оно такое самое запоминающееся. И оно, в общем-то, по делу. И для того, чтобы вы мне его не писали в комментариях, давайте я вам его прям прочитаю. Полный текст. Итак, Геннадий Шпаликой. По несчастью или к счастью истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по следу, кто меня вернет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Ну, все, как бы, полностью вся ситуация описана. То есть, как бы, этим стихотворением он вообще закрыл тему вот этого возвращения назад. Об этом же писал, кстати, Мамардашвили. О том, что когда он вернулся в какой-то там родной поселок, и обнаружил, что там уже ничего нет из того, что было для него дорого и ценно. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, как, допустим, человек был влюблен в какую-нибудь девушку, мужчина был влюблен в девушку, и она ему, скажем так, не досталась. И он все это время, много лет, он мечтал снова все-таки ее завоевать. И спустя 20-30 лет, разбогатев, став знаменитым, он к ней возвращается и пытается ее, что называется, впечатлить своими достижениями. И всегда это неизбежно приводит к разочарованию. Почему? Во-первых, потому что он возвращается, то есть он не приходит к девушке такой, какая она стала сегодня. Он приходит к ней, рассчитывая увидеть ее такой, какая она была 30 лет назад. И неизбежно разочаровывается. И при этом он-то развивался, он-то что-то, что-то у него какая-то жизнь происходила, а дело в том, что она тоже развивалась, она тоже шла каким-то путем, и она тоже шла другой, стала другой. И вполне может быть, что ты тогда не был ее достоин, не был готов к тому, чтобы ей соответствовать. И сегодня тоже ты не готов ей соответствовать, потому что она ушла уже дальше. И на самом деле девушки, в которых мы были влюблены в наши 16-17 лет, они повзрослели, расцвели и стали прекрасными зрелыми женщинами. Тоже вполне достойными людьми. И делают счастливыми тех мужчин, которые находятся рядом с ними сейчас. И вот давайте попробуем разобраться в этом всем, потому что я действительно, для меня это тоже такая вещь как бы близкая и важная. Почему? Потому что я до 17 лет жил в поселке Сямжа, Вологодской области. И потом я 10 лет жил в Вологде, потом больше 20 лет я уже живу в Москве. Но в то же время какая-то часть моей самоидентификации, она продолжает оставаться, я продолжаю оставаться с Сямженским парнем. Я продолжаю следить за новостями, я читаю районную газету нашу, смотрю фотографии. Мне интересно, что там происходит. И периодически, не так часто, но я туда приезжаю раз в год, раз в два года, и провожу там, ну, день хотя бы. Понятно, что с тех пор, как родители умерли, и у меня дома там нет, в общем-то, повода там бывать у меня никакого нет. Кроме одного, воспоминания. И понимаете, вот что здесь, здесь как бы есть такое смешение. С одной стороны, мы пытаемся вернуться в наши воспоминания, и с другой стороны, мы пытаемся вернуться в то место, физически вернуться в то место, с которым связаны наши воспоминания. Мы смешиваем два этих процесса. И смешивать два эти ремесла, есть тьма охотников, я не из их числа. То есть, нам надо отделить вот эти воспоминания и отделить место, с которым эти воспоминания связаны. То есть, вот это путешествие нашей физической тушки на это самое место. Почему? Потому что отправляться в воспоминания мы совершенно спокойно можем из любой точки пространства. Никто нам этого не запретит. Пожалуйста, вспоминайте. Все что угодно. Но, когда вы приезжаете туда, вы начинаете вот эти проекции, эти воспоминания надевать на то, что мы видим. Мы вообще очень склонны к этим проекциям. То есть, мы смотрим не на человека, а мы смотрим на некую проекцию нашу, на некое наше представление об этом человеке. И с местом то же самое. То есть, мы приезжаем и смотрим не на место, а смотрим на некую нашу проекцию на это место. Место, в котором нам было 17 лет. Место, в котором, условно говоря, были живые и молодые родители. Было место, когда у нас все было впереди. Другая страна была. Другая совершенно атмосфера была. Мы приезжаем и мы стараемся вот это наше представление натянуть на то место, в котором сейчас ничего этого нет. И из-за этого возникает некий диссонанс. И чем сильнее изменилось место за это время, тем сильнее эта диссонанс. И тем сильнее вот это наше разочарование. И что надо с этим делать? Я не случайно сказал про девушку. Девушка стала прекрасной, зрелой женщиной, в которую вполне можно влюбиться. Почему бы и нет? И вот так же и место. То есть, ты приезжаешь в это место, и ты смотришь на него, и ты получаешь совершенно новый эмоциональный опыт, связанный с этим местом. Мне очень нравится смотреть на фотографии Сянджи, такие, какая она сегодня. Вчера вечером я сегодня утром выложил снимок, который ребята там выложили вчера. И это то, какая моя родина, какая она сегодня. И когда я туда приезжаю, опять же, я не хожу и не вспоминаю. А вот тут мы там то, а вот тут мы в клуб ходили за 50 копеек. Нет, я смотрю, и мне интересно, а какой клуб сегодня стал? А что там происходит сегодня? А какой садик стал? А какая редакция стала? А какие мосты вот эти легендарные сямжинские лавы? А какие они сейчас? Как там доска пружинит под ногой? Мне нравится это ощущение. Я не вспоминаю то свое ощущение детское, а я вспоминаю его сейчас. Там прекрасную набережную сделали. Опять же, я не вспоминаю, как я в детстве гулял по этой набережной, а я иду сейчас и получаю совершенно новый эмоциональный опыт. И он остается со мной. Вот это очень интересное упражнение. И я, если у вас тоже есть такая история, что есть какие-то старые воспоминания, связанные с каким-то местом, вот интересно приехать на это новое место и не погружаться в эти старые воспоминания, а постараться пережить новый эмоциональный опыт, связанный с вашим посещением этого места. То же самое с людьми. То есть, вот вам было хорошо с каким-то человеком когда-то. Не обязательно здесь какой-то сексуальный подтекст. И вот вы с ним встречаетесь, с другом может быть, 20 лет назад вам было хорошо. Вы с ним встречаетесь, и вы пытаетесь с ним общаться так же, как 20 лет назад. А он сейчас совершенно другой. Я вам больше скажу. Самое интересное, даже предмет, который не меняется. Книга, например. То есть, вот мы читали в детстве Пушкина, скажем. Я помню, как я читал 10-тонное собрание сочинений Пушкина. И мне по кайфу это было. Это мне было лет, по-моему, 14-15. И прошло какое-то время. Текст не изменился. Книга та же самая. Но я ее читаю. Я в ней вижу что-то совершенно другое. Потому что я-то тоже изменился. И я не жду того, что я, читая эту книгу сегодня, я получу тот же самый эмоциональный опыт, который я получал тогда. Я получаю совершенно новый эмоциональный опыт. Сегодняшний. Вот что я хотел сегодняшним эфиром сформулировать. Что надо разводить воспоминания и новый эмоциональный опыт, который вы переживаете, возвращаясь на то же самое место. При этом, можно ли на самом деле вернуться в прошлое? Я думаю, что можно. И для этого есть вполне рабочий инструмент. И в события прошлого можно вернуться. И в эмоции прошлого можно вернуться. И можно полностью прожить ту ситуацию, которую вы уже проживали. И можно прожить ее по-новому. Например, если вас мучает что-то, что вы сделали не так, когда-то. И вы хотите прожить это по-новому. Это тоже можно сделать. Для этого есть очень простой и понятный инструмент. Надо написать об этом сценарий. Ну, сценарий, роман, пьесу, все что угодно. И тогда вы с одной стороны вы и переживаете этот опыт заново. В процессе того, как вы это пишете. И одновременно с этим вы фиксируете этот опыт. И фиксируете его навсегда, если у вас получится хороший текст. Как, не знаю, моя пьеса-убийца, например. Каждое действие, каждое событие в этой пьесе, оно связано с некими реальными моими воспоминаниями. И теперь зафиксировавшись в тексте, оно теперь осталось навсегда для меня. Я могу взять текст, перечитать и снова пережить, в точности пережить этот опыт. Потому что он воссоздан. В него снова вложена энергия. И самое интересное, что любой человек может к этому опыту подключиться. То есть, если я вам просто расскажу какую-то историю, а вот у меня в детстве было то-то, то-то, или в юности у меня было то-то, то-то. Это одна история. Вы не обязательно подключитесь к этому опыту. Но это зависит от моего таланта-рассказчика, энергии, которую я в это вложу, и так далее, и так далее. Но, если это записано в художественном тексте, то любой человек, который с этим художественным текстом будет соприкасаться, он будет переживать тот же самый опыт, который пережили вы. В том числе и на уровне эмоций. То есть, не только события. Он будет понимать, случился такой-то, такой-то состав событий. Нет. И эмоции были при этом пережиты такие-то, такие-то. Вот именно об этом я и хотел вам рассказать. О том, что есть способ пережить заново воспоминания, в которые мы хотим вернуться. Или наоборот, которые нам мешают, которые нас беспокоят. Именно этим мы будем заниматься на курсе сценарий полнометражного фильма. Набор, на который идет прямо сейчас. Почему именно этот курс? У нас три курса сценарных в течение года и один курс по написанию романа. На базовом курсе мы даем базу, понятно. То есть, я там ставлю зрение киношное. На сериальном курсе, который сейчас идет, мы занимаемся в основном производством. То есть, я рассказываю очень много о том, как все устроено в нашей индустрии. И я готовлю именно к работе сценариста на производство. А вот сценарий полнометражного фильма это именно это очень целительный курс. То есть, это такой курс о погружении в себя, о работе с нашими воспоминаниями. То есть, там конкретно мы занимаемся, будем заниматься и занимаемся именно работой с нашими воспоминаниями. Мы погружаемся, мы пишем в списке событий нашей жизни. Ну, не буду раскрывать всю кухню. Да, и дальше мы эти события, эти воспоминания интегрируем в нашу работу, в тексте, который мы пишем. Вот то, что хотел вам сегодня рассказать. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо тем, кто слушал в прямом эфире. Спасибо тем, кто смотрит в записи. Спасибо тем, кто слушает подкаст. Делайте репосты, ставьте лайки, пишите комментарии. и вписывайтесь в мастерскую. Увидимся там. Спасибо. Еще раз с вами все в порядке. Пока.